Как вы думаете, как он выдержит 150-160 кг нагрузки? Дрень, смотрите какая. Лайфхак небольшой. Ну, я бы лучше на вашем месте лежал за пассажира, более надежно и безопасно. Пятачки покрутить? Бортовой компьютер здесь как-то такового нету, нам дай его крепить. Переднего крыла здесь нету, это у нас тестовый экземпляр, вытягивал спокойно. Давайте посмотрим с вами контроллер. Такой у вас проблемы, я думаю, что не будет. Друзья, приветствую, с вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. К нам в руки попала новиночка среди электроскутеров, мини-электроскутер White Siberia 1200R. Кто-то его называет электросамокат, кто-то называет скутер. На самом деле это мини-электроскутер, который подходит как для детей, так и для взрослых. И в этом видео вы увидите, на что способен данный скутер, его характеристики. Разберем, скроем, посмотрим. И самое интересное, что мы сравним с аналогами других брендов такой же тематики мини-скутеров. Поэтому не переключайтесь, смотрите видео до конца. Поехали! Ну что, друзья, давайте с вами знакомимся. Мини-электроскутер от компании White Siberia. Итак, изначально компания White Siberia разработала данную модель специально для подростков. Но учитывая его возможность, его тяговидность и максимальную нагрузку, которую выдержит 150-160 кг, спокойно тянет. Можно смело сказать, что он подойдет также для взрослых. Но на самом деле посмотрите на него. И как вы думаете, как он выдержит 150-160 кг нагрузки, я даже не представляю. Но при этом это возможно. Давайте с вами подробно знакомиться о его возможностях, его характеристиках. Итак, у нас с вами скутер идет заднеприводный, мотор идет с вами 48-вольтовый на 1200 ватт. Колесо у нас с вами, колеса пневматические, 10-дюймовые, широкие. Многие, кстати, клиенты спрашивают, как классический скутер, так же и вот мини-скутер. Почему, для чего нужны широкие колеса? Ну, в принципе, на самом деле здесь ответ достаточно прост. Он больше, лучше держит в равновесии, то есть лучше держит дорогу. И с точки зрения, если вы выезжаете на пересеченку, например, щебень, либо песок, да, то есть с узкой покрышкой вы будете ввязнуты в песке, с такой широкой резинью вы будете более хорошо проезжать и спокойно ехать. Давайте поговорим о сердце данного электроскутера, как и, в принципе, любого электротранспорта, это аккумулятор. Аккумулятор с вами идет 48-вольтовый на 15 ампер-часов. И максимальный пробег на одной зарядке, по заявлению производителя, составляет 45 километров. А максимальная скорость в районе 40. Ну, конечно, учитывая возможности данного скутера и также производителя в Ассибири, я думаю, что производитель заявляет, в принципе, так и является действительностью. Итак, давайте немножко подробнее поговорим о подвеске. Поговорим, начнем с задней части. С задней части идет обычная пружина, то есть здесь никакая не масляная, не воздушная, как многие, наверное, подумают, потому что на классических скутерах сейчас, в современных, используется воздушный блок здесь стоит, то есть можно подкачивать вот здесь, это просто имитация, то есть она не стоит прям плотно. В общем, здесь никакого соска нет, как, да, вы видите, просто имитация. То есть обычная пружинная система. Передняя вилка, как вы видите, она идет, подвеска телескопическая, она рабочая, то есть смелость, можно сказать, потому что есть какие-то аналогичные там производители мини-скутеров, где вилка также визуально смотрится схожа, да, то есть, но при этом нажимая на нее, она просто не работает, то есть просто, можно сказать, имитация. Здесь же она полноценная работа, вы сами видите, нажимая чуть-чуть слегка, она работает, так что на пересеченке можете не переживать, отрабатывать будет достойно. Давайте с вами поговорим сейчас о системе торможения, раз мы здесь находимся в части подвески. Система торможения, здесь у нас идет обычная механика, механическая система торможения, что передняя, что и задняя. Ничего сверхъестественного, такая же, скажем так, тормозная система используется на самокатах, там вот и серии KUGA M4, поэтому, в принципе, проста в эксплуатации, проста в обслуживании, здесь подробно, как бы, сакцентировать на нее внимание не буду. Ну что, друзья, давайте перейдем с вами на переднюю часть рулевого управления, систему общего управления и освещением поговорим. Классическом формате руль у нас идет, ну, соответственно, в уменьшенном формате, да, только для мини-скутеров. Слева направо, с левой стороны, кстати, хочу сказать о грипсе, грипсы удобные достаточно, да, то есть, они, в принципе, руки не скользят, немаловажная часть, потому что, наверное, не помню, какой производитель, аналогичный мини-скутер, у них грипсы были такие, знаете, сплошные, то есть, руки соскальзывали неудобно, здесь прямо все продумано. Ну, рукоятка тормоза, стандартно. С левой стороны мы с вами видим включение светоосвещения, то есть, у нас здесь свет состоит из двух частей, то есть, основная фара, мы сейчас поговорим об этом подробнее чуть позже, и дополнительная фара. Ниже у нас тумблер подключения скоростей, здесь три режима скорости, электронный сигнал, держатель для телефона, свадь Сибири, то есть, телефон любой можно поставить, он автоматически, ну, не автоматически нажали, стянулся, нормально. С правой стороны у нас с вами идет классическая ручка газа, нажали, поехал, ключ и сигнализация. Сигнализация классическая, об этом стирать внимание не буду, постоянно на всех скутерах я об этом говорил, поэтому, друзья, здесь все классическое, ничего нового. Что мне бросилось в глаза, на самом деле очень круто, что в Сибири используют такие высокотехнологичные, по крайней мере, с точки зрения визуального, да, то есть, стилистики, очень классно смотрится, вот этот вот ЖК-дисплей, где мы с вами видим отображение спидометра, видим с вами текущий пробег, видим заряд аккумулятора оставшегося, и видим режим переключения освещения, а также отображает индикацию освещения. У нас включено какая фара освещения, габариты, вот, и, кстати, заметил, смотрите, если фара включаешь, да, яркость дисплея чуть-чуть, она становится тусклее, отключаешь фары, он более яркий. Давайте с вами поговорим о освещении. Фары у нас с вами стоят центрально, как я сказала, основная, также две фары дополнительной подсветки, она работает в нескольких режимах, режимы стробоскопа и режим классический. Освещение сразу работают все фары, то есть, в принципе, освещения вам должно быть более чем достаточно, если даже ездить в темное время суток. О задней части мы с вами поговорим. Сзади у нас с вами идет вот такой вот яркий стоп-сигнал габарита, он же стоп-сигнал, при нажатии тормоза загорается стопарь. Такой красивый номерок с логотипом White Siberia. Сам скутер, на самом деле, идет двухместный, как вы видите, то есть, смело можно ездить вдвоем. И, кстати, знаете, что я заметил, в комплекте здесь не идут подножки для заднего пассажира. Хотя, на самом деле, в White Siberia можно было бы об этом подумать и как-то доработать, чтобы куда-нибудь их поставить, чтобы ноги можно было ставить. Но, с другой стороны, можно выйти из этой ситуации каким образом? Вот так сел я, да, то есть, вот на скутер, поставил ноги, то есть, в принципе, я еду за рулем, да, теперь я как задний пассажир перемещаюсь. Смотрите, вот ноги мои здесь, да, как водителя, пассажир здесь, соответственно, куда девать ноги? Так на весу ехать неудобно вообще. Как вариант выхода ситуации, это поставить ноги вот так вот, держаться за пассажира, либо вот так, ну, я лучше на вашем месте держался за пассажира, более надежно и безопасно, и спокойно едете. Поэтому, друзья, выходы ситуации всегда есть, в данном случае, вот, пожалуйста, лайфхак небольшой. И, кстати, очень хорошо, что здесь вот по ощущениям, вот если я как задний пассажир сижу, да, например, очень удобно то, что, во-первых, ну, ноги, пошел куда поставить, самое главное, да, а второй момент, что есть спинка опоры, и она достаточно неплохо держится, но я думаю, что даже если я на нее облокочусь, полностью, конечно, я бы не рекомендовал бы это делать все равно, да, то есть, но, тем не менее, все равно она, опора есть, и это хорошо, удобно, то есть, у вас поясница, она, ну, по крайней мере, я сейчас сижу, мне достаточно комфортно, удобно. Итак, друзья, давайте с вами поговорим о комплектации. В комплектации у нас входит с вами такая сетка металлическая, он же, можно сказать, багажник. В первую очередь, у вас, наверное, сразу задастся вопрос, а куда его крепить? Крепится все достаточно просто. Если вы захотели, сняли багажник, сняли спинку, и на его место поставили вот этот вот багажник. Соответственно, у вас он будет, конечно, одноместный, но при этом вы можете какую-то ручную укладь или какие-то вещи складывать в этот багажник. Багажник, он закрывается защелкой, замка как такового здесь не имеется, но при этом может что-то придумать, какой-нибудь там, купить замочек обычный, то есть поставить, и все, закрыто будет. Итак, давайте откроем, посмотрим, что у нас внутри. Внутри все по классике от компании «Вайс Сибирь». Инструкция на русском языке. Здесь реакция есть. Спорт, как говорится, он, если с детства есть, реакция не пропадет даже уже с драмой, в большом возрасте, скажем так. Так вот, инструкция полностью, да, то есть у нас указано с вами предупреждение, руководство. То есть, в принципе, стандартно все в формате «Вайс Сибирь». Вот, кстати, характеристики. По габаритам, кстати, обратите внимание, мы, конечно, замерим, но здесь указано с вами 142 сантиметра, но с вами длина идет, высота идет 62 сантиметра, и ширина 30 сантиметров. На 48 вольт. И, кстати, смотрите, обратите внимание, что в документах эта компания «Вайс Сибирь», она наперед смотрит. Сейчас, на сегодняшний день нет никаких ограничений с точки зрения, например, там, какой-то или там постановки на учет, но при этом в документах, в паспорте, да, то есть она пишет, то есть 178 ватт. Емкость аккумулятора 48 вольт на 15 ампер, ну и все здесь стандартно, в принципе. Так, размеры, смотрите, кстати, 8,5 дюймов, максимальная нагрузка 120 килограмм, это заявляет производитель, но грузили на такой скутер веса реально 150 килограмм, то есть, да, грузили, и он вытягивает реально. Ну, производитель рекомендует не больше 120, но при этом 150 он вытягивал спокойно. Итак, ячейки, кстати, смотрите, раньше использовалось в основном 18650, сейчас элемент 21800. И вес скутера составляет 39 килограмм. Так что вот так вот, друзья. Так, это у нас с вами инструкция, потом идет у нас с вами гарантийный талон. Все на русском языке. Вот компания «Вайт Сибирь», вот тем и нравится, на самом деле, что у них все до мелочей практически всегда продумано. Да, просто берешь даже в руки вот эту книжку, да, то есть, чувствуется, что хороший состав даже бумаги, качественный и дорогой, да, то есть, ну, молодцы ребята, конечно. Так, гарантийные условия всегда, кстати, друзья, рекомендую, покупая любое устройство, да, знакомьтесь с инструкцией, прочитайте условия гарантии обязательно. Здесь у нас с вами все идет, серийный номер, модель. Кстати, на каждом электроскутере, вот здесь у нас с правой стороны, конкретно на нем указан серийный номер электроскутера, миника, и он у каждого, он идет индивидуальный, поэтому здесь тоже все продумано, как можно сказать, вин. Фирменный держатель телефона, мы его уже поставили, то есть, он идет в комплекте. Зарядное устройство. Зарядное устройство у нас с вами идет на 54,6 вольт, 3 ампер, кстати, 3 ампера нормально, учитывая того, что 15 ампер, я думаю, что в районе 5-6 часов его зарядить спокойно уже. Так, ну и стандартная сумочка с набором ключей, которая рекомендует всегда, чтобы была при вас. Мало здесь всякое бывает, то есть, здесь отвертки, шестигранники, ключи, то есть, все есть. Итак, друзья, как и обещал, я хочу сравнить аналогичный, скажем так, по тематике электроскутер мини с другим производителем, сейчас подгоню, и мы с вами сравним просто, в чем разница особенно, да. Вот, подогнал мини-электроскутер, не обращайте внимания, переднего крыла здесь нет, это у нас тестовый экземпляр, вот, поэтому крыла здесь нет. Итак, друзья, вы сами сейчас видите наглядно, да, то есть, во-первых, если визуально вы посмотрите, он, конечно, отличается внешнему, да, то есть, комплектации. Вот обратите внимание, что хочу сказать сразу, да, то есть, это бортовой компьютер, здесь как-то такового нету, на Ватс-Сибири он полноценный, здесь все видно, да, то есть, здесь у нас с вами просто идет какая-то индикация, которая слабо видна и незаметна практически. И самый основной момент, это то, что крепеж самого руля, вот на таких скутерах, да, то есть, на NM-производителе, они используются, вот просто посмотрите, вот визуально, да, я не знаю, что здесь, с алуминей, с пластиком, что ли, то есть, на вилку крепится основание, да, то есть, и само по себе, смотрите, какой просто люфт, видите, это вам, пожалуйста, со временем обеспечено. Теперь давайте посмотрим на Ватс-Сибири, вот в Ватс-Сибири они уже, как говорится, на это наперед забежали, поставили с таким металлические, мощные, по крайней мере, визуально, да, то есть, вставки, и вот этой проблемы, как вот здесь, такой у вас проблемы, я думаю, что не будет. Вот видите, уже стоит прям нормально, здесь никакого люфта, ничего нет, то есть, здесь можно стягивать, то есть, сейчас здесь, да, вот, пожалуйста. То есть, более, знаете, как сказать, безопасно, более надежно визуально. Ну и вообще, на самом деле, если сказать компанию Ватс-Сибири, а кто не слышал, например, о данной компании, сама компания достаточно давно на российском рынке зарекомендовала себя как производитель качественных электроскутеров классического формата. Это как обычных двухколесных, так и трехколесных электроскутеров, и полноприводных. В данном случае мы рассматриваем с вами мини, это новая модель среди линейки вообще компании Ватс-Сибири. Поэтому здесь, покупая, ну, любую продукцию от Ватс-Сибири, можно полноценно сказать, что вы покупаете у надежного производителя. Поэтому здесь, что о Ватс-Сибири можно сказать, что единственная немаловажная часть, это что производит качественно. И самое главное, что у них есть обратная связь, и есть какая-то, не дай бог, там поломка-неполомка, да, то есть все решается достаточно очень быстро и оперативно. И самая немаловажная часть, что наличие запчастей практически всегда имеется на российских складах. Поэтому Ватс-Сибири в этом плане тоже молодцы, и я уверен, что данные скутеры займут хороший пьедестал и хорошее место на рынке мини-скутеров. Ну что, друзья, давайте сейчас проедемся. На самом деле, насчет скорости максималки я даже не знаю, потому что посмотрите сейчас, что творится здесь. Снегопад, заснежено, но мы немножко покатаемся, однозначно. Поэтому поехали, поделимся. Бум! Кстати, тяга идет, прям даже это нормально. Единственное, что, знаете, что надо было, конечно, тормоза отрегулировать, потому что чувствую, что цепляет. Ну, ладно, сейчас поедем, посмотрим, как он будет. Да, нормально заносит. Поэтому скорость, я думаю, что, друзья, я, наверное, не рискну сейчас здесь измерить, потому что дороги, наверное, не убраны. Сейчас, конечно, дорогу попробую, может, выехать. Да, если честно, на самом деле, я могу замерить, попробую даже скорость, но с вами об этом не поделюсь, потому что мы забыли GoPro. Поэтому, друзья, извините, в этом видео, наверное, все-таки попробуем снять отдельно. Или даже устроить соревнования, устроить соревнования среди мини-электроскутеров. Дороги немножко почистят, и мы строим соревновательное видео. Я думаю, тут будет прикольно. Вот так, что можно сказать, по ощущениям. Тяга в Нью есть, реально, он тянет. Фух. Здесь прям корочка льда такая заносит. Зато можно и тачки покрутить. Есть налет. Сейчас, корочка, может, оттуда будет разогнать. Ребят, сугробы спокойно проезжали, кстати, смотрите. Вообще без проблем. Здесь прямо лед, конечно, корка такая буксует. Сейчас попробую тот большой сугроб проехать, если лед здесь позволит чуть-чуть. Нет, буксует что-то прям вообще. О, даже практически без разгона. Слушай, а давай попробуем сейчас вот этот сугроб такой побольше. А если вплотную, с места? Толкнул чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, конечно, увяз. Но опять же, он буксует, поэтому и увяз. А так спокойно проезжает. И даже если взять небольшую скорость. О! Короче, ребят, что могу сказать. Тиговитс реально, она заслуживает уважения. В принципе, для его габаритов, как я и сказал в начале видео, то, что данный электроскутер подойдет и взрослым, и подросткам, это реально так оно и есть. У меня вес сейчас, ну, 70, где-то 77. Спокойно он не тянет. Чувствуется, что запас еще есть. Причем сейчас попробуем. Оператор сядет сзади. Мы попробуем вдвоем. Потихонечку поехать. Просто посмотрите, что он не тянет. Давайте сейчас оператор сядет. Потихонечку с камерой. Будет держаться. И мы поедем. Ноги в старт. Поехали, попробуем. О том, что он реально тянет. Ну что, друзья, смотрите. У тебя какой вес? 85? Вот, смотрите, 85. У меня 75-77. Так, 2 килограмма прыгает. Да, смотрите. 85-75 у нас выходит 160 килограмм. Как я и говорил, друзья, смотрите. Сейчас лед, снег. Он спокойно тянет. Вот мы едем. Вы сами видите наглядно, да, что вдвоем сидим. То есть, что два человека. Все. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты ноги поставил, как я показывал, да? То есть, вот так вот. Тебе удобно? Ну, то есть, терпимо, да? Да. Ну, вот. То есть, как вариант, то, что касаемо вопроса о том, что нет опоры, ну, подножек для заднего пассажира. Вот, решение такое, без проблем. Так что, смотрите, двоих вытягиваю спокойно. Так что, друзья, даже взрослый с весом приличным может не бояться кататься на этом скутере. Батя Сибиря. Ну, что, можно сказать. Пока тест-драйв пройден. Время покажет, как будет дальше себя вести скутер. Но молодцы, ребята. Молодцы. Ну, что, друзья, давайте сейчас измерим габариты. Измерим клиренс. А потом мы разберем и посмотрим внутрянку. Давайте измеряем с вами габариты. Длина составляет 144 сантиметра по крыло заднее. Давайте измерим с вами высоту. Кстати, хочу обратить внимание, да, что руль, он, в принципе, регулируется. То есть, можно его немножко наклонить на себя, от себя. То есть, соответственно, ростовочка чуть-чуть, там, несколько сантиметров, может она играться. 80-89 сантиметров. Так, теперь давайте ширину. Ширину мы будем измерять с вами по руль. От грипса до грипса, до рукоятки, тормоза. 70 сантиметров. По этому инструктуру, как я понял, что мы с вами рассмотрели габариты, скорее всего, это габариты, указанные в упаковке. Так что сейчас мы с вами наглядно измерили, все посмотрели. Итак, клиренс остался. Давайте клиренс проверим. Самая одна из, скажем так, полезных и нужных. Стоит у нас вроде ровно. Сколько у нас там, не вижу сбоку. 15 сантиметров. Ну, в принципе, могу сказать так, что достаточно достойный клиренс. Единственное, друзья, сразу скажу, что давайте с вами, чтобы вы не подумали, что мы там прям вау, как все прекрасно и позитивно в Айдсибире. Безусловно, да, реально в Айдсибире крутой производитель, хороший, делает качественно. Но что конкретно в этом, скажем так, мини-скутере мне не хватило. Если говорить о оптике, я бы добавил сюда все-таки поворотники, наверное, поставил, что спереди, что сзади. И второй момент, это, скажем так, для вас, друзья, кто решит себе купить данный скутер, это то, что нижняя часть, у нас с вами вот этот красный, видите, да, это идет пластик. Поэтому, когда будете эксплуатировать его, имейте в виду, что не нужно там заезжать какие-то там нереально глубокие либо ямы, либо еще что-то, потому что смело можно зацепить, либо разбить, либо треснить просто эту нижнюю часть, да, то есть это учитывайте при эксплуатации данного электроскутера. А так, в принципе, скутер реально очень крутой и очень достойный. Так, итак, друзья, давайте с вами перейдем к аккумуляторному отсеку, посмотрим контроллер. Мы уже раскрутили крышку контроллера, в принципе, все достаточно стандартно. Покажу сейчас вам, на чем держится. А так, смотрите, аккумулятор у нас находится в нижней части, закрывается на ключик, то есть замок, да, замок, ключ забрали, все нормально, никто не откроет. Открываем, вытаскиваем, вот так вот у нас с вами снимается крышка аккумуляторная, и здесь мы с вами видим сам аккумулятор. Аккумулятор у нас с вами, кстати, хотелось бы о нем сказать. Ранее я говорил и на одном из видео, повторюсь, кто не смотрел. Компания Vice Siberia как раз один из производителей скутеров, единственный на сегодняшний день, который использует достаточно хорошую опцию, я считаю, в аккумуляторах, это балансир, который полезен для любого аккумулятора литий-ионного в любом электроустройстве. Поэтому здесь дополнительный, скажем так, лайк компании Vice Siberia. Аккумулятор у нас быстросъемный, как я говорил, в металлическом чемоданчике. Здесь, кстати, выведено питание, куда вставляется, и спокойно ездите на своем электроскутере. Самое главное, кстати, хочу обратить внимание, что здесь даже в компании Vice Siberia возможно использовать даже классически другой формат зарядных устройств, потому что есть разные производители, у разных производителей есть разные гнезда зарядных устройств, а здесь Vice Siberia сделала так, что, в принципе, от любого формата можно заряжать. То есть, если у вас круглый, какой-то старый электроскутер есть, то есть вы можете поставить округлое зарядное устройство, либо классическое, которое идет в комплекте. Это вот такое вот. Пальцик заснялся. Что мне кратнуло. Так, и вот ручка для переноски. Скутер крепится достаточно, смотрите, хорошо аккумулятор. Когда покупаете, вот здесь у вас с вами есть липучка, здесь лента клеющая, да, то есть ее приклеиваете сюда по размеру. Вот, и потом можно, чтобы она у вас не болталась, когда вы катаетесь, да, то есть она крепко держалась. А чтобы снять, вы просто как на липучке снимаете. Итак, давайте посмотрим с вами контроллер. Здесь мы раскрутили. Контроллер прячется под эту пластиковую такую защиту, держится на шестигранах в трех болтах. Мы их раскрутили уже. Вуаля, что мы видим? О, кстати, посмотри, контроллер какой интересный стоит. То есть, в принципе, концепция схожа с классическими электроскуперами от Вайс Сибири, то есть контроллер схож, просто немножко поменьше. 25, да, 25-амперный контроллер. Вот я не знаю, синусный, не синусный, но, как заявляет производитель, он бесшумный и достаточно плавный ход. Но такие вот плавный ход, вот эти вот, бесшумность, она, как правило, в тех устройствах, где стоят уже синусные контроллеры. Ну, покатаемся, посмотрим. Вот здесь все сделано так, достаточно качественно, хорошо. Проводка. Здесь у нас с вами стоит блок сигнализации. Что касаемо гидроизоляции, друзья, как всегда я говорил, на любом электроскутере гидроизоляция однозначно нужна, потому что куда здесь залиться и куда здесь попасть в воде, откуда, полным-полно, щелей и так далее, потому что даже обратите внимание, вот та же тормозная система, да, то есть все, что идет, да, то есть хорошо, да, она в качественной оплетке, все здорово, но заходит вот сюда, дырень, смотрите, какая. То есть все заливается сюда у вас, в сторону контроллера, в сторону проводки, да, то есть здесь у вас все влага, короткое замыкание вам обеспечено, если вы будете ездить без гидроизоляции, ездить во влажно-погодные условия, то есть риск есть. Поэтому не экономьте, делайте гидроизоляцию. Пожалуйста, обращайтесь, делаем хорошую гидроизоляцию на любое электроустройство в нашем магазине, в нашем сервисном центре. Но единственное, что, конечно, плюс, кстати, я заметил, то, что вот здесь у нас с вами, смотрите, аккумулятор у нас здесь с вами стоит, здесь идет цельнометаллическая у вас платформа, а здесь пластиковая, то есть если вода сюда попадает, то на аккумулятор она застаиваться не будет, то есть она будет уходить вот сюда, видите, палец зашел. И с обратной стороны все то же самое, да, то есть если сюда попала у вас вода, она вот сюда под металлической будет уходить, то есть аккумулятор у вас вода не попадет, ну, по крайней мере, застаиваться не будет. Но при этом попасть на переднюю часть, где находится электроника, это риски очень большие, так что как-то так. Ну что, друзья, давайте с вами подытожим. Покатались немножко, к сожалению, скорость, но, как вы видели сами, погодный слой сейчас не позволяет, снег просто идет, как из ведра, грубо говоря, практически. Но немножко мы покатались с вами, посмотрели, и я, честно скажу, на себе ощутил, да, то есть также оператора рядом посадил, то есть спокойно тянет 150 килограмм, поэтому, друзья, что могу от себя сказать, что реально скутер получился очень классный, то есть тяговитый, с хорошей нагрузкой, поэтому смело можно брать, как сказать, такой семейного друга, да, то есть кататься можно как по городу, пересеченки, за городом, пожалуйста, это позволяет, также подвеска и все. Скутер интересный, единственное, что рекомендую всем в любом случае перед эксплуатацией началом, да, то есть протянуть под себя и его подстроить. Обязательно пройдите по тормозным суппортам, настройте их, потому что с завода они не настроены. Вот, что касаемо максимальной скорости, как я сказал, что исходя из информации от завода, максимально 40 он разгоняется, ну, исходя из, на самом деле, вообще даже, знаете, есть самокат, который разгоняется 100 километров, но могу из опыта сказать, что там 30-40 километров ее более чем достаточно, поэтому скутер реально получился классный и по цене, самое главное, что на сегодняшний день, если не ошибаюсь, он стоит 44 900, то есть вы можете купить в нашем магазине, заказать вы можете по ссылке под этим видео, также указаны телефоны, звоните, поможем, подскажем, привезем, если нужно собрать, соберем, то есть, друзья, я вас жду к нам в гости, приезжайте, наш магазин находится в территориальном метро 95-го года, торговый центр электроника на Пресне, работаем каждый день без выходных для вас. Приезжайте на тест-драйв, посмотрите, посидите, выберите огромный ассортимент товар, кто у нас присутствует, разные новинки. Ну, а с вами был Станислав, всем удачи, всем пока!